МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, мы подсапывали... О! Вот такие бывают, а бывают таких по 10 штук в гнезде. Первый урожай картофеля – предмет гордости известного учёного в крае Александра Дубова. Хит этого лета. Сорт с поэтичным названием «Антонина». Ранний картофель взрывает через 70-80 дней после посадки. А средний ранний – через 80-90. К слову, дачные посадки – это только его хобби, которое сегодня раскинулось на 3 гектара земли. Здесь, на пригодность к сибирскому климату, он уже испытал больше 400 видов картофеля из разных точек мира. И лучшая та, что ближе – сибирская. Всего 39 разновидностей клубней дойдут до стола ровненькими и вкусными, уверяет Александр Владимирович. Остальные созреть не успеют. Размеры даже осенью с горох, на жарёху. Так что сытость наша за сибирскими культурами. Люди некоторые боятся садить в много сорта. Говорят, что перепыляется. Да, цветочки могут перепыляться. Но сами картофели, сами семена, они не перепыляются. А вот городским жителям перед покупкой свежего картофеля опытный дачник советует не терять головы. Продавцы нередко муклюют. Выдают недозревший за свежий молодой картофель. Отличить на первый взгляд обман практически невозможно. В этом заслуга химических удобрений. Вот, кожура отходит. А когда она созрела, картошка, кожуру надо чистить. Здесь вы поскоблите, возьмёте поскоблите и всё. Биолог-конфекционист дубов вместо нитратов используют натуральные, природные помощники. На первый взгляд может показаться, что всё это поле засеяно обычной травой. На самом деле это не так. Здесь растут специальные растения-сидираты. Они выполняют функцию удобрения для раннего созревания картофеля. Такая зелень не только станет экологически чистым удобрением, но и спасёт урожай от нашествия вредителей. Я их выращиваю до массового цветения. Ну вот такой примерно высоты. А потом или запахиваю, закапываю, или просто поверхностно оставляю. Майские посадки уберегут и ваши деньги, убедился пенсионер. 200 граммов хаотично разбросанных семян белой горчицы заменят полтонны навоза и увеличат урожай. К советам старшего дубова внимают все деревенские. А вот промышленники пока в стороне. Хотя по подсчётам пенсионера это сэкономит миллиарды. Урожай поднялся с 90-100 килограмм в сотки до 300-500 и выше сотки. Причём главное не урожай даже, не количество собранных картофеля, а главное то, что это экологически чистый продукт. Предприимчивый Александр Владимирович серьёзно намерен вытеснить всю импортную продукцию с красноярских прилавков. Ведь в этом году урожай составит не меньше 20 тонн картофельных клубней. Ещё больше отдачных энтузиастов узнаете в Утренной Енисеи.